Вчера ЧП на стройке случилось в Верхней Пышме, и слово «верхнее» тут ключевое. Средь бела дня, как гром средь ясного неба, огонь с небес образовался на высоте птичьего полета. Здесь, на земле, строится школа номер 25 под номером 34 по улице Петрова. Неучебная тревога возле учебного заведения будущего прозвенела телефонно без 22 пополудни. Кто-то может предположить, что повышенная температура и воспаление случились тут из-за крановируса, поразившего подъемную машину. Это актуально, но это не так. В кабине башенного крана случилось короткое замыкание панели управления. Крановщик в это время был не на обеде, а прямо вот за этой панелью и управлял. Теоретически, башенный кран мог стать и бешеным, когда в голове его замкнуло ла-ла. Но, видимо, какая-то защита от дурака на этот случай предусмотрена, так что никаких свыстоплясок этот жираф железный не исполнял. Гибель своего мозга принимал стоически и без царя в голове. Царь, то бишь крановщик, вовремя поняв, что он тут уже не самый главный и уже на ситуацию никак влиять не может, вполне разумно самоустранился на свежий воздух и без парашюта по внутренней лестнице тихонечко спустился на грешную землю. Вскоре по его стопам, но в противоположном направлении, последовали два из семи огнеборцев, прикативших на трех спецмашинах. Стратегия тут, по крайней мере, на наш взгляд, диванного дилетанта выглядела примерно так. Тащить на такую верхотуру рукав никакого смысла нет. Длины-то, конечно, хватит, но это ж где же взять такое давление, чтобы продавить столб воды такой высоты? Вертолет вызывать? А он есть вообще? Ну, а если есть, то во сколько это удовольствие вместе с водой выльется? А смысл? Угрозы-то реально никакой никому это все не представляет. Перекидываться огню некуда, распространяться не на кого, людей там нет. Все, что могло сгореть, уже практически кончилось, да и хай оно спокойно выгорает, раз так. Спасти-то уже никаких возможностей при всем желании уже нет. Все уже пошло прахом. И зачем тогда лишний раз рисковать здоровьем спасателей? Как мы видим, два огнеборца поднялись в кабину, когда она уже представляла собой голую обгоревшую железяку. Притянули к этому делу весьма здоровенный огнетушитель и опорожнили его на пепелище, произведя таким образом традиционную проливку, следующую обычно за стадии ликвидации открытого горения. Пострадавших нет, а кран, думается, довольно скоро перемонтируют.